Больница? Больница? Может, для жилища какие-нибудь? Типа все попали из-за телефона в больницу? Ну, непонятно, они все же за телефоном попадают. Почему аттракционы? Да потому что аттракционы попадают. Мне кажется, это как соцреклама. Нет, это хорошо было бы. Что еще в парке может быть? Кроме развлекательных аттракционов просто. Что еще в парке? Что отвечает? Господин Михалченко ответит. Господин Михалченко. Нам кажется, что вот такая емкость с телефонами может быть поставлена где-то в парке развлечений около какого-то аттракциона, где эти телефоны могут выпадать, либо когда во время кто-то пытается делать селфи, либо плохо в кармане лежит, и, соответственно, эти телефоны теряются, и потом работники парка собирают их в такую емкость. 2-1 пользу команды Алены Ковышевой. Это правильный ответ. Посмотрите на экран, господин Михалченко. Мы вам сейчас покажем более общим планом эту фотографию. Вот, конечно, парки аттракционов, американские горки и все, что с этим связано. Молодец, господин Михалченко. Четвертый раунд. А я хотел напомнить, в летних играх также принимают участие команды Андрея Супрановича, Федора Шредова, Антона Воронько и Елизаветы Гришкиной. Госпожа Гришкина, добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Поможете господину Акубарде в определении лучшего знатока игры сегодня? Конечно. А вот у вас сейчас ваше сердце за кого, если можно так сказать? За всю команду. За всех пока переживаете? Никого не выделяете? Нет, пока что нет. Ну да, в общем-то, начало игры. Пока рано. Гомель. Против вас играет предприниматель Иван Цариов из Гомеля. Вот вам надо еще раз, госпожа Повышева, посмотреть на экран. Такая марка была выпущена в Китае перед наступлением нового 2016 года. И, как считают многие жители страны, она стала хорошим предзнаменованием. Внимание, вопрос. А в чем была особенность марки, выпущенной накануне 2019 года? И какую хорошую новость жители Китая ждут теперь? Ну, это про политику одной семьи. Две обезьянки маленькие. А с тремя обезьянками уже можно? Возможно, да. Выразите, обезьянка, скорее всего, потому что 16-й год обезьян. Нет, год обезьян у меня маленький. Две обезьянки, два ребенка. Две обезьянки. И уже еще будет три ребенка. На марке, типа, три свинюшки. Да, ну, три свинюшки, три дракончика. Две обезьянки, три ребенка, три детеныша. Две обезьянки маленькие. 19-й год обезьянки. Хорошо, едут свиньи, да. Поэтому, скорее всего, будет три маленьких свиньи. То есть они сошли в политику, мы че уже давно стали акцентировать, это показывает все два ребенка. Хорошо, еще давайте еще что-то. Олимпиадный чемпионат мира. Олимпиадный чемпионат мира. А еще какие-нибудь победы? Ну, это вот сейчас. Посмотрите, ну что, пятеро-пять пальцев, что-то вот этого. Хорошие, да, космические программы, что-то промышленные. Космическая программа у них, которая тоже пошла. Спутник у них. Что? Спутник прилетит куда-то. Три маленьких детеныша. Да. У свиньи, наверное. Наверное. У тебя тоже будет, если повезья. Кто встречает? Я отвечу. Прошу. Мы считаем, что перед 2016 годом эту марку выпустили, и она как бы символизировала новую китайскую семью с двумя детьми. Как мы знаем, в Китае очень долго нельзя было иметь больше одного ребенка, а сейчас уже можно. И нам кажется, что в преддверии 2019 года, ну, так как был год обезьяны, сейчас год свиньи, скорее всего, там была свинюшка, но это наше предположение, что там на этой марке было животное, у которого было уже три детеныша. То есть, таким образом поддерживаются еще более многодетные семьи, что наверняка порадовало китайцев, которые хотят детей. Скажите, а вот свинюшка или что-то другое? Ну, если это свинюшка, то как? Если это свинюшка, то у нее будет три поросеночка. Три поросеночка. Внимание, правильный ответ. Посмотрите на экран госпожа Повышева. Сейчас мы вам продемонстрируем эту марку. Тут изображено. Действительно, счастливые китайские свинки и три поросенка. Вот как это все видно. Видите, у них даже личики такие, немножко на китайский манер. Это правильный ответ. Три. Три-один. Возвращение команды Алены Повышевой. Вы, ну, пока не теряете, как говорится, ни одного вопроса, госпожа Повышева. Молодец вы. И мне показалось, что это господин Башлыкевич, по-моему, про обезьянок подкинул версию. Господин Башлыкевич, а почему у вас капитан ответ забрало, вы не знаете? Все ничего пальцы подкидывать вместе с версией. На самом деле, я немножко поспешил, наверное. То есть, я понял, о чем речь. Я что-то похожее примерно видел там про марки. Но я, на самом деле, ожидал, что спросят про марку, которая была там лет 20 назад. И там было только 12 лет назад. Там была одна обезьянка. Но почему-то вышло наоборот, и я смутился. А капитал не смутился. Я подскажу телезрителям, почему это вы так бодренько ответили. Вы в клубной анкете написали, что недавно вернулись из поездки по Китаю-Кореи. Это так, господин Башлыкевич? Да, это так. Кстати, я там навестил своего прошлого сокомандника Кирилла Сенкевича. Команды Павла Малецкого. Вы ему передали большие приветы? Огромнейшие. Это хорошо. Господин Башлыкевич, я напомню, у вас 77% правильных ответов. Вы абсолютный лидер по количеству правильных ответов в клубе. И госпожа Повышева хочет вас догнать по этому показателю, поэтому забирает у вас заведомо верные ответы. Мне будет только приятно, если именно она меня обгонит. Ну, хорошо. Уважаемые телезрители, 11 сезон в клубе. Есть одна традиция. Все 11 лет, которые мы не меняем, мы продолжаем поощрять интеллект лучших знатоков нашего клуба. Специальный приз от Белорусского народного банка – вот такая премиальная банковская карта Visa Platinum Pay Wave. С 500 рублями на счету достанется лучшему знатоку сегодняшней игры. А лучший знаток всех летних игр получит карту БНБ-банка самого высокого уровня Visa Infini с технологией бесконтактных платежей и денежным бонусом. Госпожа Повышева, готова продолжать? Конечно. Продолжаем. Пятый раунд. Господин Кубарди, я напомню вам состав этой команды. Второй год команда играет в этом составе в клубе. Раньше она называлась сборной восьмого сезона, сейчас это команда Алены Повышевой. Сегодня играют Сергей Башлыкевич, Елена Шибут, Валерий Семенов, Денис Сулавка, Владимир Михалченко, капитан команды Алена Повышева. Но пока, госпожа Повышева, хороши господин Башлыкевич и господин Михалченко, мне так кажется. Все остальные тоже очень хороши. Все остальные неплохи. Тоже хорошо. Ага, вот так волчок прямо нам подряд пустые выбивает, но ровным попаданием Люденевичи. Против вас играет Антонина Макарова, агрогородок Люденевичи, Гомельская область. Послушайте русскую загадку. Летит птичка, во рту платвичка, голодна не съест, сыта не выкинет. Внимание, вопрос. Кто это птичка и что это за платвичка? Что-то не зудо и копит. Какой это человек, мудрая мысль. Может, невеста с приданым какая-то? Смотрите, она голодна, но ее не съест. Мать какая-то. Сыта не выкинет. То есть она не для себя несет, явно. То есть это как мать, вот она несет кормить его отец. Птичка и у нее какая-то маленькая штучка. Вот если это ребенок и соска. Кто эта птичка, да? А-а-а, это смешно, это классно. Смешно, да. Да, смотри, как рыбка торчит. Да, у них за рта торчит, как это маленькая штучка. Да, да, да. Что это? И это кто? А может, поплавок какой-то? То что, да. Да, на птичке и то. С рыбкой поплавок. Можем кто быть, ребята, взять? Кто и что? Рыбак. Смотрите, кто еще нам представляется с чем-то небольшим во рту? Если это почитатель. Музыкантик какой-нибудь. Не обязательно несет. Давай себе представим, у кого-то во рту что? Да, вот типа музыкантом. А может, лошадь с судилами? Лошадь с судилами. Лошадь с судилами. И блестит как раз-таки. А лошадь с судилами. Слушай, а это, мне кажется, неинтересно. Это тоже цветами выкинет. И летит стишка как раз-таки. Тишина, госпожа Повышева, вы не брали. Досрочный ответ на прошлый вопрос. Нет у вас второй минуты. Кто отвечает? Ответит Сергей Башлыкевич, да. Господин Башлыкевич, прошу. Ну вот в конце у нас пришла мысль. Возможно, недообдумали. Ну ладно. Летит птичка, это лошадь, которой во рту у дела, как раз-таки такие с металлической вот этой перемычкой, которая похожа немножко на рыбу блестящую. Собственно, лошадь, она и съесть не может это, и выплюнуть. Господин Башлыкевич, мне казалось, что на этот вопрос практически невозможно найти правильный ответ. Но вы это сделали. Это правильный ответ. Да, лошадь и да, 4.1. На последних секундах догадалась команда господин Борода. Вот нам показывают конверт. Не уносите конверт. Покажите нам сейчас конверт вначале с телезрителями. Вот обратите внимание, уважаемые телезрители, вот видите штаб от Кентавра. Этот вопрос лежал на финале, напоминаю, на финале весенних игр. Господин Борода, а вы сейчас ответили на этот вопрос с командой? Честно, нет, господин Борода. Очень-очень красивый вопрос. Нам очень понравился, но мы не нашли на него ответ. А знаете почему? Потому что сейчас вы в расслабленном состоянии, лидера рейтинга, ждете зимних игр. Господин Иоков с улыбкой тренируется вместе с вами. А вот госпожа Повышева, это еще предстоит сделать, господин Борода. Как-то вы сейчас успокоиться, мы успели спина ловить, а не сели, господин Борода. Это да. Госпожа Повышева, ну после такого подвига интеллектуального не могу вас не поощрить. Вы пейте чаю, отдохните. Чайная пауза. Уважаемые телезрители, в сезоне 2019 года я представляю вам чай знатоков. Королевский чай Ричард. Чай Ричард – это роскошные классические купажи с необыкновенными, изысканными оттенками во вкусе и аромате, которых не встретишь ни в одном другом чае. Ричард – настоящий королевский вкус. Госпожа Повышева, ну под вкусный чай и музыку приятно послушать. Я беру музыкальную паузу. Музыкальная пауза. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Команда собрана из лучших игроков предыдущих сезонов. И мы видим... По счету, что не зря, не зря госпожа Повышева вернулась в клуб и сделала такую себе сборную. 4-1 выигрывает команда Алены Повышевой. Но, госпожа Повышева, не расслабляемся. Самое интересное, я думаю, еще впереди. Продолжаем игру. Шестой раунд. А я хотел бы огласить специальное решение от Белорусского народного банка. Знатокам предлагается возможность воспользоваться минутой в кредит от БНБ банка. Кредит может быть предоставлен знатокам при счете 5 в пользу телезрителей, а время, взятое в долг, игроки обязаны будут вернуть до конца игры. Господин Акубарди, ну по вашим глазам вы сами не верите, что сегодня, возможно, понадобится такая история. В игре может быть что угодно, господин ведущий, но счет говорит об обратном, скорее всего. Ну ничего, я верю в вопросы наших телезрителей, в госпожу Повышеву. Всякое бывало. Мы тоже в себя верим. Да-да-да. Госпожа Шибут улыбается. Госпожа Шибут, 30-я игра в клубе. Госпожа Шибут, я вас поздравляю. Вы знаете, самое смештое, что...